приветствую всех иночка вижу тебя привет я тебе отправила запрос присоединяйся принимаем запрос рада тебя видеть и я очень рада видеть что безопасности ты знаешь я осталась киеве я почему-то так безгранично верю в нашу страну в наш город в нашу армию и наших людей сто процентов поэтому я решила никуда не уезжать и быть полезной здесь вот друзья я напоминаю вам что у нас сегодня эфир сына коган адвокатом в канаде по вопросам иммиграции и она занимается этими вопросами с 2002 года опыт у нее огромный поэтому я думаю что мы будем сейчас максимально полезны всем тем кто планирует искать временное убежище в канаде вообще расскажи мне пожалуйста как настроение в канаде как настроены канадские люди люди в канаде общество люди в канаде настроены настолько поддержку украины так что то у нас со связью случилось нам наверно нужно еще либо подождать так друзья у нас проблемы со связью наверно все таки что то у нас не так здесь интернетом в украине расскажи как общее настроение в канаде канаде общее настроение поддержка украине ощущается на каждом шагу при каждом этапе вот просто обычной повседневной жизни все бизнесы в желто-блокетных цветах учебные заведения проводят массовые сборы поддержку украины если ты просто где-то оказываешься говорить что ты с украины реакция однозначная люди чуть ли не со слезами на глазах идут с добрыми словами со словами поддержки предложений помощи в общем канада готова помогать принимать но но пока что я очень не довольна тем что предпринимает правительство люди действительно на нашей скорой открытые двери дать жилье какое-то временное помочь с работой гуманитарно выбираем все это происходит но на правительственном уровне программы желают оставляют желать лучше хорошо давай мы начнем по порядку все таки я знаю что уже около 20 тысяч людей уехали в канаду давай мы людям немножечко дадим ориентиры во первых пишите нам есть ли кто-то из наших зрителей кто уже уехал в канаду возможно у вас есть какие-то вопросы кине и она ответит вообще какие возможно сейчас варианты приезда в канаду вот что нужно сделать пошагово вот допустим я пересекла границу с польшей с румынией что мне нужно делать дальше пошагово канада открыт дальнюю программу для граждан украины и членов семей граждан украины то есть даже если там муж или жена программа подпадают а программа уникальная по своей сути даже в кризис сирии афганистан это все эти исторические моменты ничего подобного канада не предпринимала это именно для украины прямо ну попытка помочь это виза которая выдается сроком на 10 лет и практически сразу же на границе открывается либо разрешение на работу для взрослых людей либо разрешение на учебу для детей до 18 лет если раньше это был целый процесс оформления то сейчас это упрощено по максимуму на все равно достаточно сложно хорошо смотри я нахожусь допустим в польше в варшаве как мне нужно подать визу то есть мне нужно куда обратиться какие документы иметь какие взносы нужно заплатить сколько денег нужно иметь да значит по порядку подача заявления происходит в онлайн режиме поэтому уже начать процедуру можно до выезда находясь еще на территории украины не надо никуда идти ни в какие то пока что мы подаем заявление консульские сборы отменены для украинцев с государственной стороны это бесплатно из документов единственное что требуется вот абсолютно абсолютно это подтверждение гражданство украины заграничный паспорт если даже нету заграничного паспорта это внутренняя картка айди это может быть свидетельство рождений это может быть специальный документ который это просто сертификат подтверждающий гражданство украины сейчас выдаются в консульствах за границей в течение там нескольких часов по моему в тот же день и все это все документы которые обязательны в дополнение можно добавить там какую-то финансовую справку это поможет рассмотрению но это уже не обязательно я напоминаю всем слушателям которые присоединились к нам сейчас и зрителям что мы общаемся с иной коган адвокатом по вопросам иммиграции в канаде если вы вдруг хотите уехать временно в канаду вам будет полезен этот эффект скажи мне пожалуйста чтобы поводу биометрики вот я знаю что в украине мы это сделать не можем вот эта проблема это то где канадское правительство конечно вот могли бы что-то придумать чтобы облегчить на всем жизнь для того получить визу надо как биометрию биометрию в одном из центров которые находятся за пределами украины поэтому на сегодня первое это люди мужчины и земного возраста которые не могут выехать из украины не подпадают автоматически а люди которые до подают документы должны выстоять очереди это не физически да на улице стоять но вот онлайн запись на биометрию происходит онлайн и там чтобы получить вот это окошко надо либо там часами сидеть освежать экран чтобы время либо люди просто уже сдаются и я не знаю ждут неделями некоторые месяца но я пока готовилась к нашему эфиру я посмотрела что конечно польша очень заангажирована подача документов а молдове в румынии это все происходит гораздо быстрее в принципе в течение недели можно успеть подать документы хорошо скажи мне пожалуйста как долго сейчас рассматривать документы после подачи потому что я знаю вообще документы в канаду рассматривались раньше очень-очень-очень долго как сейчас обстоят дела сейчас после того как издал биометрию нашел это вожделенное окошко еще хочу добавить очень легко сравнительно легко сдать биометрию в дюссельдорфе германии и в странах которые не из него дни напрямую ограничатся украина если кто-то попал в турцию там даже ту же италию это в разы отцу польша просто это самый такой сложный пункт после того как люди сдали биометрию в среднем в среднем занимает дня два для того чтобы получить визу есть люди приходили на биометрическое свое вот это appointment и им сразу же просили принести паспорта и там же вклеивали визы есть ситуации когда там буквально два дня ждали и приглашали на выдачу паспорта скажи мне пожалуйста имеет сейчас значение наличие каких-то родственных связей в канаде или сейчас это вообще никакого значения не имеет никакого значения не имеет если гражданство украины это единственное требование все а скажи пожалуйста вот полностью все сборы отменены или все-таки нужно приготовить какие-то деньги чтобы где-то что-то заплатить чтобы просто наши зрители рассчитывали на какую сумму и нужно иметь собой полностью все сборы отменены вопрос следующий вот мы прилетаем в канаду какие дальше какие дальше шаги что нам нужно предпринять куда дальше звонить стучать бежать в общем чтобы двери открылись а вот здесь и про по сути вот заканчивается помощь государственной стороны в основном люди которые приезжают в канаду должны рассчитывать на собственные силы или на силы и волонтерских организаций уровня красного креста украинская диаспора объединилась активно собираем день активистов есть я после сегодняшнего эфира свет я постараюсь передать списком интересные важные какие-то есть организация которая объединила людей которые предоставляют жилье для украинцев отлично и тогда мы это тоже опубликуем чтобы быть максимально полезными для тех кто нас смотрит и значит по этим ссылкам либо есть какой-то центральный может быть офис потому что я делала эфир недавно из софии из болгарии да там есть центральный офис центре города куда можно сразу обратиться и принципе дальше тебя направляет что-то подобное есть в канаде нет пока что нету мы над этим работаем на самом деле основное количество людей беженцев или людей которые приезжают из украины еще ожидается в ближайшее будущее поэтому я думаю что будут новости постоянно каждый день я буду делиться с вами с тоже со своих соцсетей на сегодняшний момент я не знаю такого ресурса кого-то объединенного общего к сожалению скажи пожалуйста это визу ты сказала нам как гостевая да действительно 10 лет дает ли она право на работу и какие может быть еще привилегии есть да да вот я сказала на это автоматическая виза которая дает разрешение на пребывание в канаде и разрешение на работу для взрослых сроком до на три года справа с правом продления параллельно с этим в канаде не существует частной медицины поэтому люди которые нах и легально они получают медицинскую страховку государственную для людей по этой программе эта страховка ограничена но самое важное жизненно необходимое покрыто на медицинское обслуживание скорая помощь какие-то операции больницы врачи специалисты и так далее когда люди приезжают у них два варианта найти жилье это друзья родственники знакомые 3 это вариант снять отель 4 ну снять отель квартиру апартаменты неважно либо кто-то может быть пригласить и и поделиться жилплощадью правильно я понимаю то есть канада пока ничего не предоставляет не предоставляет нет и пособия тоже никакие не предоставляет не предоставляет хорошо вот мы поселились нам нужно найти работу вопрос следующий где найти работу и какие профессии могут быть востребованы в нашем случае так же как с жильем есть огромное количество предложений от компаний всех уровней всех направлений деятельности которые готовы доставить работу для украинцев понятное дело что эти компании пытаются помочь как можно большему количеству людей работа которая вот так легко предоставляется это самый такой такой базисный уровень скажем так то есть если вот очень надо начать зарабатывать что без знания английского без особых квалификаций есть предложение для людей и для женщин и для мужчин чтобы выйти на работу буквально сразу после приезда какие-то могут быть профессии пропала не слышу все слышу слышу есть слышу и знание английского то соответственно там через какое-то время можно будет найти работу по специальности когда работодатели слышат что ты с украины это просто сразу огромное желание помочь и совершенно другое отношение хорошо профессии то есть квалификации мы поняли но я все-таки склоняюсь к тому что для наших граждан это вариант все таки более неквалифицированного труда да как в таком случае оплачивается этот труд и хватит ли денег нашим мамам потому что мы себе даем отчет в том что приезжает в основном мама с детьми это может быть один два три ребенка хватит ли это этих денег для того чтобы содержать свою семью ну честно свет вопрос очень сложный я я не могу сказать я боюсь людей обнадеживать вот это вот огромное желание помочь она присутствует насколько она материализуется в виде зарплаты в виде денежной компенсации сказать очень сложно мама с несколькими любая мама с маленькими детьми должна еще и подумать о том где эти дети будут пока она выходит на работу это же тоже сервисы которые надо организовать и в канаде бесплатного практически нету ничего я бы слышал что школы могут быть бесплатными детей можно устроить а вот в садике к сожалению только платные вот абсолютно верно школы бесплатные но школа опять-таки школа летом не будет работать определиться найти школу сейчас посредине года тоже это целая такая целый проект сам сам по себе поэтому надо рассчитывать желательно конечно какие-то собрать что-то был какой-то запас на первое время потому что я можешь ориентировать какая-то может быть сумма запас на первое время допустим на первые два месяца тоже сложно сказать если если вот именно платить за себя все свои расходы аренду жилья какие-то там еще первоначальные вещи скажем так в довоенные времена я людям советовала когда они приезжают иметь при себе приблизительно канадскими это 7000 это 5 тысяч американских долларов минимум это это на сколько человек это на семью это может в эту сумму поместится до трех детей до сейчас наверное эти эти же деньги можно растянуть чуть-чуть на дольше если воспользоваться услугами вот бесплатных волонтеров где-то пожить бесплатно воспользоваться гуманитарной помощью которую собирают там и одежду и все необходимое действительно можно получить бесплатно но надо не хватит скажи мне пожалуйста как можно ли лететь в канаду с питомцами потому что у нас очень многие покидают свои дома квартиры везут за собой собак и кошек и попугайчика в общем это конечно очень круто что наши люди не оставляют животных но как вот можно ли прилететь да можно насколько я слышала от людей тоже это не совсем скажем юридические вопросы миграционные визы тут не нужны для питомцев но обычно для собачек и для кошек требуется вакцинация я слышала от людей что когда не было возможности предоставить документы подтверждающие эту вакцинацию прямо при вылете в аэропорту питомцам делали эти нужные укольчики недостающие пускали на самолет и канада со своей стороны уже принимала без никаких карантинов и ограничений и вопрос по поводу вакцинации так принимаетесь у нас больше не у большинства но какого-то количество граждан да нет вакцинации как с этим обстоят дела в канаде принимают ли не вакцинированных украинцев специально для украинцев канада отменила требования вакцинации для прилета в страну а ты говоришь что мало делают понимаешь но мало мало встречают организована централизована ничего этого пока что нет но я надеюсь что все-таки медленная канада дойдет до нужного уровня помощи что желание есть так и что-то еще я хотела тебя спросить возможно может быть я не задала какой-то вопрос ты не его сейчас задашь а пока ты думаешь над вопросом я напомню нашим зрителям что мы общаемся с иной коган это адвокат по вопросам миграции в канаде подписывайтесь пожалуйста на страничку ими страничка и на есть у меня в stories активно и на там выделиться все полезной информации ну и конечно же я тоже опубликую полезные ссылки после нашего разговора это на тот случай если вдруг вы ваши близкие или знакомые захотят рассматривать вариант убежища в канаде мы здесь отвечаем на самые распространенные вопросы и в общем теоретически и практически помогаем устроиться добавить что у меня есть скажу инструкции которые я готова поделиться которыми готова бесплатно для украинцев инструкции как заполнять анкеты на вот ту самую долгосрочную визу с правом работы для взрослых учебы для детей программа называется canada ukraine authorization for emergency travel зачем сложное название не знаю но такое есть поэтому друзья подпишавшись на страничку и на вы можете получить эти инструкции я думаю что они вам очень помогут и пригодятся и подать заявку да на оформление визы вы можете прямо из украины онлайн все правильно да вот я еще раз повторяю для тех кто присоединился к нам это бесплатные инструменты инструкции как да ничего страшного да я понимаю что ты популярные востребованные специалисты и я очень-очень тебе благодарна за то что ты нашла для нас время очень мечтаю уже в мирное время встретиться с тобой в украине потому что получается что судьба всех наших девочек разбросала по всему миру и мы стараемся быть полезными сейчас друг для друга вот но уже не терпится нам встретиться в нашем the one in a million бизнес клубе чтобы делать мир полезнее красивее но для этого конечно нужно чтобы война в нашей стране закончилась а чисто интуитивно как ты думаешь когда ты сможешь вернуться в украину ой у меня билеты куплены мне просто никто не летит когда начались к сожалению военные действия и поэтому я первым первым коммерческим рейсом я буду дома у меня там все осталось к сожалению уезжала не планирую у меня там собака осталось кроме всего вот я думаю что за ней присмотрят да она конечно очень-очень скучает по тебе друзья этот эфир я сохраню на своей странице и поделюсь с иной поэтому вы сможете его пересмотреть все нужную информацию для себя записать чтобы мы этот эфир создали для того чтобы вам было максимально легче найти временное убежище в Канаде и чтобы вы получили исчерпывающую информацию и не искали ее в других источниках и на я благодарю тебе очень рада видеть очень рада скучаю безумно спасибо за возможность поделиться действительно надеюсь полезной информацией и все буду украина безумовно слава украине героям слава